Меня зовут Дэвид Динг. Я проработал в компании Lenovo 14 лет, и все это время я работал в подразделении мобильных телефонов. Как я помню, я думаю, 7 лет назад, примерно в это же время, Россия была в числе зарубежных стран первой волны, в которых мы презентовали смартфоны Lenovo. Включая такие модели, как К-860, П-700 и А-60+. Только за 2-3 года мы завоевали более 10% российского рынка в 2015 году. Это было отличное время для нас. Я помню, что россияне проявляли интерес к смартфонам, с съемкими аккумуляторами и музыкальным телефоном. Вы еще помните К-900 с его изумительным дизайном? Все эти модели продавались в России очень хорошо. Хочу выразить благодарность за вашу поддержку в то время. В прошлом году мы начали новый новый смартфон journey from China first. В прошлом году мы начали следующий виток развития нашего бизнеса мобильных телефонов в Китае. Мы знаем, что это не простая работа. Это было непросто. Мы упорно работаем над поиском новых путей в этом неновом для нас бизнесе. Мы уже занимаемся добрая нового взаимодействия. Мы также должны быть привыкли к новым конкурентам, как и в то время. Мы обращались к новым конкурентам, но в то время стали активно использовать новые каналы продвижения и продаж, в частности, онлайн и оффлайн. Сегодня мы ведем активную экспансию в Индии, на Ближнем Востоке и в Африке. Мы также ведем Россию и других рынков. Мы пытаемся снова разрушить нашу позицию. Россия и рынки других стран в нашем ближайшем плане возвращение ранее завоеванных позиций. Сегодня мы предоставляем актуальные продукты с целью рассказать о новых возможностях нашим потребителям и мы будем признательны за поддержку и обратную связь от наших медийных коллег. Да, РДС группа наш стратегический партнер на российском рынке. Мы знаем, что РДС группа имеет бесценный опыт по выводу брендов на уровень топ-3 и уровень топ-5 с нулевого уровня. Мы уверены, такой бесценный опыт плюс широкая сеть дистрибуции и налаженный сервис окажут серьезную помощь в развитии бизнеса Lenovo. Хорошо, давайте сконцентрируемся на продуктах. Мы сегодня представим полную продуктовую и ценовую линейку. Мы знаем о важной роли камеры для мобильных устройств. Людям нравится делать селфи и делиться фотографиями. В нашем модельном ряду есть полный спектр смартфонов с двойными основными и фронтальными камерами, такими как S5 Pro, K5 Pro, K9, а также более доступная в ценовом плане модель А5. Продолжение следует... Спасибо. Сейчас я хочу передать слово Дмитрию Караваеву, менеджеру по продажам компании Mobility. Спасибо. Отдельно хотелось бы остановиться на втором светосильном модуле, который составляет 12 мегапикселей. Именно он отвечает за режим бокер и за орктическое приближение. Сейчас мы посмотрим фотографии. Да, вот как раз первая фотография. Здесь мы видим, как используется оптический зум. Фотография четкая, яркая, несмотря на довольно-таки тяжелые условия съемки, недостаточное освещение, довольно-таки яркие элементы. Фотография получилась очень хорошей, качественной, сочной. Еще один пример. Фотография при низкой освещенности. Довольно-таки нестандартный источник света, свечи. Но опять-таки мы видим, что камера прекрасно справляется со своей функцией. Все элементы видны отчетливо, никаких артефактов. Фото выглядит великолепно. Поговорим о дисплее. Размер дисплея составляет 6,2 дюйма. Разрешение 2246 на 1008 мегапикселей. Соотношение сторон 19 к 9. Хочу отметить, что дисплей занимает практически всю лицевую панель устройства. Несколько слов о дизайне смартфона. Как мы видим, смартфон имеет цельнометаллический корпус. Но при этом смартфон остается тонким и эргономичным. А корпус из металла делает его прочным. Кстати, здесь изображен смартфон в золотом цвете. Это один из тех вариантов, которые также будут присутствовать на российском рынке. Два динамика и стереозвук. Это еще одна особенность смартфона Lenovo S5 Pro. За это отвечают два усилителя Smart PA. А также алгоритм улучшения звука Dirac. В смартфоне установлена батарея емкостью 3500 мАч. Как мы видим, смартфон при этом остается тонким. Его толщина составляет 7,7 мм. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку до 15 Вт. Интерфейс разъема для заряда, а также для передачи данных USB Type-C. Еще раз посмотрим на основные характеристики Lenovo S5 Pro. Отмечу, что сердцем данного смартфона является процессор Snapdragon 636. Также смартфон поддерживает карты памяти до 256 ГБ. Смартфон представлен на российском рынке с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ основной памяти. И самая главная цена, он будет представлен на полках ритейлеров по цене 12 990 рублей. Переходим к следующему смартфону. Это Lenovo K5 Pro. Его ключевые особенности. Как вы видите на экране, он обладает большим дисплеем, емкой батареей. Также обладает стереозвучением и две его основные камеры с разрешением 16 Мп. Остановимся на всех этих моментах немного подробнее. Дисплей 6 дюймов, разрешение Full HD+. Соответственно, яркость 450 нит и плотность экрана 403 ppi. Вы можете быть уверены, что вся информация на экране смартфона будет читаться отчетливо даже в яркий солнечный день. Отдельная особенность смартфона это емкая батарея. Она составляет 4050 мАч. Она также поддерживает быструю зарядку 15 Вт и имеет интерфейс разъема для зарядки и передачи данных USB Type-C. Смартфон также поддерживает стереозвучание. За это отвечают два усилия SmartPA, а также алгоритм звука Dirac. Поговорим о камере. Фронтальная камера состоит из двух модулей. Это 16 Мп и 5 Мп. Поэтому на фотографии получаются естественные цветопередачи и высокой резкостью в точке фокусировки. Основная камера составляет также 16 Мп и 5 Мп. Здесь есть умный HDR и 9 шагов глубины резкости. Соответственно, вы можете сами эту глубину резкости в настройках корректировать. Еще раз посмотрим основные характеристики Lenovo K5 Pro. Отмечу, что сердцем смартфона является процессор Snapdragon 636. Смартфон также поддерживает карты памяти до 256 ГБ. И в России он представлен в следующей конфигурации. Это 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ основной встроенной памяти. И он будет стоить у ритейлеров 13 990 рублей. С модулями 13 Мп и 5 Мп. Объективы светосильные, значение диафрагмы 2,2. Светосильные как и сами матрицы, так и физический размер одного пикселя. Поэтому снимки получатся яркими, контрастными, цветопередача будет естественной. Но главное в этом смартфоне это красочные селфи. Что помогает сделать селфи красочными? Во-первых, это реальный эффект боке. Также здесь доступны эффекты блютификации. Используется HDR и имеется фронтальная вспышка, которая позволяет фотографировать при слабом освещении. Остановимся на этих моментах немного подробнее. Перед вами как раз пример селфи-фотографии с эффектом боке. Мы видим, что у девушки довольно-таки небрежная прическа. Но при этом искусственный интеллект обрабатывает все четко. Артефактов нет. Фотография получилась очень красивая. Эффект боке плавный. Глубина резкости тоже на уровне. Еще раз повторюсь, фронтальная камера также имеет вспышку. При этом вспышка не только позволяет фотографировать в условиях недостаточной освещенности, а искусственный интеллект смартфона анализирует окружающее освещение, и вспышка подает света именно столько, сколько нужно. Фотография от нас не будет пересвеченной, или здесь не будет хватать света. Еще там несколько примеров фотографий с разными сценариями съемки. Здесь, как мы видим, недостаточная освещенность и искусственный свет. Шумов и деталей. Больше деталей и меньше шумов, как мы видим на этой фото. Еще один пример фото. Здесь еще также показан эффект боке. Также фотография получилась очень качественной, а цветопередача естественная. Пример пейзажной съемки. Дисплей смартфона составляет 5,7 дюйма. Разрешение HD+, соотношение сторон 18 к 9. Особенностью данного смартфона, я думаю, как вы уже сумели убедиться на стендах, это является его стеклянный корпус. Используется 2,5-дя стекло, поэтому он очень необычно выглядит и хорошо лежит в руке. В смартфоне установлена батарея емкостью 3000 мАч. Имеется также быстрая зарядка до 10 Вт. Интерфейс для подключения зарядного устройства и передачи данных USB Type-C. Еще раз посмотрим на основные характеристики смартфона Lenovo K9. Сердцем смартфона является процессор Mediatek Helio P22. Смартфон также поддерживает карты памяти до 256 гигабайт. И будет представлен в России модификацией 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта встроенной основной памяти. Но самое главное — это цена. Все это вы получаете за 9 990 рублей. Это черный и золотой. А также будет три конфигурации. Первая — начальная конфигурация с 2 гигабайтами оперативной памяти и 16 гигабайтами встроенной памяти за 6 990 рублей. Вторая модификация — 3 гигабайта оперативной памяти и 16 гигабайт встроенной памяти за 7 490 рублей. И заключительная модификация — это 4 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта встроенной памяти за 8 990 рублей. На этом слайде продемонстрированы все смартфоны, о которых мы сегодня говорили. Хотел бы отметить, что все они находятся в доступной ценовой категории, которая как раз таки востребована на российском рынке. И я просто уверен, что наши пользователи найдут себе смартфоны по душе. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые коллеги, я завершаю продуктовую презентацию. И хочу... ... ...